Некоторые говорят, что на пониженном давлении клюет, а на повышенном не клюет. Или наоборот, все это бред. Во власть стихии над Уловым организатор соревнований Андрей Фуров не верит. Путь к сердцу рыбы, по его мнению, лежит исключительно через ее желудок. Вот и балует он ее прикормкой на любой вкус. От кукурузы с ароматом шоколада до червячков с запахом клубники. Причем место для рыбьей трапезы всегда должно быть только одно. В этом и есть суть фидер рыбалки. От английского «фид» – кормить. Вот я рыболов, тем более спортсмен, я дирижер здесь. Я буду условия ставить ей, когда ловиться, где ловиться, с какой дистанции. В этом и заключается этот вид спорта. Мы рыбу принуждаем к действию. С гастрономическими предпочтениями рыбы хорошо знакома и самая юная участница соревнований – 14-летняя Валерия. Вместе с папой она всю ночь, не смыкая глаз, проверяла снасти и подсыпала прикормку. Такие усилия не прошли даром. На счету юной рыбачки – самая крупная рыба. Косатка весом 340 граммов. Иного и быть не могло. Рыбалка у Леры в крови. Начала рыбалкой заниматься с дедушкой. Это было в 2010 году. А сейчас папе тоже понравилась рыбалка. И мы сейчас с ним занимаемся вместе. Потому что это интересное занятие. А то, что женское, оно не женское. Так сказать нельзя. Кому нравится, тот занимается. Кило 100. 220. Однако о победе судили не по одному экземпляру, а по суммарному весу – всего, что поймано за сутки. В итоге весь педестал заняли именно приверженцы фидер рыбалки. А самый увесистый улов – 5 килограммов 420 граммов – был снят с удочки организатора соревнований Андрея Фурова. Кстати, карасиков, сумиков и косаток за время турнира взвешивали 4 раза, чтобы добыча не погибла. А затем выпускали обратно в водоем. Кристина Добровольская, Юлия Мишурнова, Александр Матвеев. Программа «Город».